Детские площадки, общественные пространства для молодежи, спортивные объекты. Как живут люди в нескольких десятках километрах от столицы Чувашии. И чего все-таки не хватает в сельских поселениях для того, чтобы молодые люди оставались жить и работать на малой родине. Проблемы и перспективы Цивильского района обсудили руководитель Ассоциации по содействию развитию информационных технологий IT-кластер Чувашской Республики на встрече с Союзом Женщин Чувашии. Вероника Федорова уже 10 лет возглавляет администрацию Рындинского сельского поселения Цивильского района. Она, как никто другой, знает, насколько важен человеческий ресурс в деревне для развития местности. Но молодежь, что и дело, принимает решение уехать подальше. В сельском поселении у нас на начало работы было у меня почти 2000 человек. Сейчас, конечно, потихоньку уезжают в город. Уезжают в поисках, как многие думают, лучшей жизни. Но разрыв между деревней и городом в плане комфорта вполне можно сократить. Сейчас для этого существует множество государственных программ. Улучшаются общественные территории, благоустраиваются дворы, строятся дороги. Но все чаще последнее слово за цифровизацией. И чем больше сфер ей охвачены, тем лучше. Руководитель Ассоциации по содействию развитию информационных технологий IT-кластер Чувашской Республики Владимир Лидерман работает над программой доступного интернета в сельской местности. По инициативе Ассоциации в школах появляются новые компьютеры, открываются кружки по робототехнике. В одиночку деревня не справится. И, соответственно, я считаю, что должна быть разработана республиканская программа по цифровизации, по обеспечению недискриминационного доступа к интернету, в рамках которой как раз и должна быть решена задача последней мили, когда люди имеют равные с городом возможности по подключению интернета к себе домой. В обсуждении развития цифровых технологий на селе приняли участие члены Союза женщин-чувашии. Среди них много педагогов. Образовательный процесс сегодня действительно невозможно представить без компьютеров и интернета. Даже на смену меловым доскам пришли электронные. Для реализации проектов используются виртуальные книги. В отдаленных школах онлайн-экскурсии в ведущие музеи страны и мира. Мы продолжаем работу по сурскому рубежу. То есть на сегодняшний день наша задача максимально скрупулезно собрать сведения про непосредственных участников, увековечить их имена в книге памяти. И самое главное, чтобы это было в каждом районе четко проделанная работа, чтобы мы знали имена тех женщин, которые на тот момент совершили грандиозный, великий подвиг. На 1 сентября будут во всех школах уроки мужества. И я уверена, как в прошлом году наши женщины, Союза женщин присоединятся к этой акции. По программе, которую предлагает Ассоциация по содействию развитию информационных технологий, IT-кластер Чуварской республики, дети еще в детском саду начнут получать профильное IT-образование, которое продолжат в школе и в университете. Продолжение следует...